Театр Нации Непростая архитектурная судьба у этого здания. Это памятник архитектуры. В 1811 году купец Третьей гильдии Федор Пик купил землю и построил здесь каменный дом. В 1812 году дом пережил пожар и выжил. Затем снова выгорел во время восстановления и до 1856 года здание принадлежало семье Пика. После этого купил доктор Адольф Редрих. А с 1882 года здесь было гимнастическое общество, на занятие которого однажды заглянул сам Артур Павлович Чех. Он был записан. Позже особняк перестроили под воду лечебницу, а с прихода большевиков здание перешло в руки государства. Только в 2015 году здание было передано Театру Нации. И началась реконструкция этого знамитого здания. А почему появилось новое пространство Театра Нации? Во-первых, была идея театрального квартала, соединяющего несколько театральных зданий в этом удивительном месте. Как вы понимаете, это такая мекка. В самой Москве много театров, коллективов, музеев сосредоточено именно в этом месте. Мне казалось, что по аналогии с Леной или Берлиной должен быть такой театральный квартал в Москве. И поскольку Театр Нации находится на Петровском переулке, а это Страстная Бульвар, это соединяется между собой. Не могу сказать, что я долго ходил и смотрел этот особняк. Но когда эта мысль пришла в голову, то меня поддержал мэр Москвы Сергей Савьянин. И, собственно говоря, это здание перешло к Театру Нации. Но в каком виде оно перешло, мне об этом даже страшно рассказывали. Одно из территорий фестиваля театрального искусства мы провели именно в этих помещениях. Потому что все, что я вам сказал об истории этого здания, все по клочкам как-то здесь существовало. В конце концов, это превратилось в бомжатник со всеми протекающими отсюда последствиями. И вот мы должны были привести это в хорошее состояние для чего? Как вы понимаете, Театр Нации это, кто-то имеет свою труппу у нас, но это репертуарный театр. На основной сцене идут спектакли большого репертуара. На малой сцене стали молодые режиссеры, которые потом наращивали свои мышцы. Необходимо было создать некую экспериментальную базу, в которой вам надо было пробовать и ошибаться. Вот такой базой, таким пространством стал вот этот удивительный особняк 1811 года. Идея нового пространства, концепция нового пространства как междисциплинарной площадки родилась совершенно естественно. Для этого не было проделанной никакой специальной работы. Я ежедневно интересуюсь всеми видами искусства, и поэтому мне было довольно легко собрать это все в одну концепцию. И самой сложной частью этой работы был отбор. То есть отбор работы, отбор художников. И идеей нового пространства того времени было соединение разных видов искусства и театра. Его сплав, такой сплав архитектуры и театра, хореографии и театра, кураторского искусства и театрального, литературы и театра, поэзии и театра и так далее, визуального искусства и театра. Мы осуществили несколько экспериментальных лабораторий. Одной из самых моих любимых лабораторий является лаборатория Перформа, когда объединились архитекторы и хореографы. Это дало очень неожиданный вариант. И, в общем-то, результатом этого был современный театр, но не было ни одного настоящего театра МВ. Деятели были лаборатории, посвященные сплаву, видео и поэзии. Были лаборатории, в которых участвовали дизайнеры и молодые драматурги. Видеохудожник, видите, Али, ты взял впервые перформанс на нашей площадке. Живой перформанс. В общем, моей задачей, как я ее видела, было, наверное, сломить вот эту обособленность, разрушить эту обособленность, которая, на мой взгляд, существовала и до сих пор отчасти существует в художественном мире. Я думаю, что он еще ищет себя. Новое пространство, это место, оно еще ищет себя. Все проекты, которые мы здесь делаем, они, безусловно, интересуют молодое поколение. Для этого предназначено новое пространство, для такой тусовки, для такого общения друг с другом, для рождения каких-то новых смыслов, новых форм, как говорит Константин Требов. Кроме того, конечно, мы здесь экспериментируем и с детскими спектаклями. У нас здесь есть ряд спектаклей для разных концертов новостов, где мы учим детей, что такое театр. Спектакль «Снегурочка» идет в новом пространстве Театра наций. И сама идея спектакля была связана с тем, что нужно было, ну что ли, сконструировать свое пространство внутри театра. То есть это никогда не предполагалось как спектакль на сцене. Вот сидит в зрительном зале зритель. С самого начала была затея объединить зрителя и актера, то есть посадить их в какое-то одно пространство, чтобы зритель стал сок-участником. Вот, поэтому возникла мысль попробовать это именно в новом пространстве, потому что оно дает, ну как бы, это театральный зал в классическом понимании. Разная аудитория приходит, иногда совсем много. Хотя спектакль 12+, родители думают, что мой Петька и в 5 все поймет, да, и просто семьи, и взрослые просто люди сидят без детей. И это хорошо, потому что это, ну, сказка в классическом понимании, но это аллегорическое произведение, оно стихотворное, и там очень много, ну, поэтического, кроме самого стиха, мифологического, образного. И мы тоже старались, когда делал спектакль, идти не, ну, не бытовыми, не какими-то, вот это вот, беридеевка, деревня, вот тут какие-то беридеи. Он сказал, что это очень важно, создать свой мир там, вот, если кучки, свой волшебный образ. Роман Павлович Должанский и Дмитрий Мирон предложили мне сделать лабораторию к юбилею Солженицына и найти материал, по которому можно было бы сделать лабораторию. Я стал искать, читать про то, что было сделано в театре по Солженицыну, стал смотреть, какие литературные произведения уже в театре использовались, перерабатывались, почему ставились спектакли. И в какой-то момент наткнулся на эпопею «Красное колесо», самый большой роман вообще в истории литературы, насколько я знаю. И я понял, что совершенно никто никогда, не то чтобы не брал это в работу, но на самом деле даже этого не читал. И поэтому возникла идея сделать из этого театральную лабораторию, позвать разных молодых режиссеров, позвать молодых драматургов и предложить им написать по какой-то части из «Красного колеса», написать им совершенно альтернативную свою пьесу своим языком, чтобы переосмыслить это время, поскольку еще был юбилей революции. И вот так началась эта работа, и был придуман формат театрального сериала, когда разные режиссеры с разными драматургами, у которых совершенно разный почерк, разный подход, переосмысляют произведения Солженицына. Нас ждала самая такая встреча, которой мы побаивались, потому что нам нужно было встретиться с Натальей Дмитриевной Солженицыной. Рассказали про эту идею, и то, что нас поразило, насколько Наталья Дмитриевна была открыта к этому и сказала нам, дорогие ребята, в общем-то, делайте все, что угодно, берите, переписывайте. Главное, чтобы у людей возникал заново интерес к этому. И так получается, как режиссер, я как раз-таки делал пьесу Димы Богославского, белорусского драматурга, который как раз взял часть о Ленине. А Дима Богославский вдруг взял и превратил вообще всю эту историю в такой жанр трагифарса, что на самом деле Ленин с тещей и женой едет в запаянном вагоне в течение ста лет и приезжает в современную Россию. И оказалось, что вот этот ракурс, он наоборот вдруг сделал этих людей живыми и позволил сократить нам эту дистанцию между этими фигурами, иконами там, и совершенно неоднозначными персонажами нашей истории, вдруг они стали живыми людьми. И у нас за собой поведет! Вы знаете, что интересно, что здесь стали возможны какие-то проекты, которые, ну, в принципе, в нормальном театре, ну, как-то было бы не сделать, да? Потому что нет адресата какого-то точного, нет зрителей, нет сцены. Например, проект режиссера Михаила Патласова и его Белцаря. Гражданин Романов, если вы дальше себе позволите выражаться в таком виде, отправитесь в тюрьму. В тюрьму? Виновного в бесчисленных преступлениях перед народом расстрелять, потому ваша жизнь покончена. Не хочу умереть, я холодной зимой, чтобы скорбь нашла. Материал, на основе которого делался спинтакль, был бы изнепоментальный. Какой-то обобщающей литературы, которая совместила бы и вняла бы в себя все, всех персонажей, участвовавших тогда. В общем, не было состного. И кастинг продолжался, я думаю, несколько месяцев. Миша очень тщательно и избирательно подходил бы к этому моменту. На каждого из героев, по-моему, и антигероев этой истории написано по книге, по две, по три. В итоге у нас целый стол был завален книгами, которые штудировали артисты. Каждый артист своего персонажа должен был проштудировать и вытащить из него квинтэссенцию того, что он сделал. Я была очень удивлена, когда Миша Патласов предложил мне роль императрицы Александра Федоровны, потому что я никакого сходства между нами не видела ни внутреннего, ни внешнего, тем более. И даже более того, Александра Федоровна всегда была для меня очень несимпатичным историческим персонажем. Я тогда стала искать свидетельство об Александре Федоровне и не нашла ни одного объективного свидетельства. То есть ее либо превозносили как ангела, либо ее втаптывали в землю. И вдруг она мне приснилась и стала приходить ко мне во снах. И с того момента пошло мое сближение с ней. И мне очень захотелось, чтобы ее полюбили. Ну, во всяком случае, чтобы ее поняли. В итоге, просидев полгода в подвале нового пространства Театра наций, у нас появился сценарий. Потом мы приглашали судмедэксперта, который рассказал нам о том, как это все вообще происходило во время расстрела, какие пули куда попадали, и какие пули остались в этом подвале, а какие пули потом нашли в телах погребенных. Мы долго искали формы, которые, может быть, осуществлены. Тем более, что этот особняк, ну, как-то, так сказать, упоминает ипатийский дом. А речь в его спектакле и в его проекте шла именно от этих трагических днях. Но, в конце концов, мы нашли форму удивительного. Мы, по-моему, первыми пришли к тому, что театр, кино, перформанс, все это соединяется в одной флатурне. И в итоге родился абсолютно уникальный проект, где виртуальные хачкарки попадают на столь, инсценированы нами, сыгрывают театральные способы. Михаил еще вместе с уложниками нашли огромное количество фотографий того времени, и именно этих людей, которые принимали участие во всем этом. Вот эти фотографии, которые при помощи нашего дорогого художника были сняты, и фотография перетекала в видеоизображение. Специальное оборудование было взято. Это оптика, которой больше ста лет, на которую и снимались подобные фотографии. И на нее же потом и снималось видео. В этом смысле биар-спектакль позволяет зрителю выбирать самому движение спектакля, в каком направлении. От начала к конец, от конца начала и так далее. Надевая очки, ты попадаешь в пространство, а тут пространство в виде такого большого колодца. и поднимая глаза, ты несешься по этому колодцу наверх, опуская глаза, ты несешься по нему вниз. И ты можешь выбирать любую фотографию, которая оживет. Поэтому это, в общем-то, первая такая документальная большая работа о тех событиях, которые произошли сто лет назад. Я влюблю в этот текст, в этом фильме, из Франц Ведекинт, потому что он говорит очень вредно к университетам, к университетам, к университетам, к университетам, к университетам. Протагонисты когда изначально мы задумывали постановку то мы говорили о том что стоит использовать очень много современных технологий а именно телефонов планшетов видео и конечно же не забывать о том что сейчас молодые люди современные проводят очень много времени в социальных сетях и мы рассуждали на тему самоидентификации подростка и о том как подросток и молодой человек видит себя и как он себя представляет ну и конечно я думаю что многие современные молодые люди придя к нам на спектакль найдут может быть некоторые ответы на какие-то свои внутренние вопросы и что очень важно мне кажется что родителям тоже стоит прийти и посмотреть наверное одним из моих любимых проектов был является проект хайнера герберса генку а это видеоинсталляция точнее это тотальная инсталляция которая была размещена у нас подвале подвал был залит водой была очень сложная акустическая акустическая акустический пейзаж на звуковой пейзаж нарисованный сделаны хайнером герберсом видео это окно забвение окно прозрения вот работа соус что чем она мне важно во первых мы смогли тестировать командой соединение трех очень разных текстов и как вместе сплавляется текст которого датировка 3 до 3 до 7 до нашей эры века плюс современная музыка как-то все вместе может работать компиляция этого текста соединение то тесто делая конечно же вместе с алексеем сосуевым потом вместе с артистами которые присоединились и не было очень важно тестировать идею но такой жесткая эскетичность и жесткого манимализма что началось в 2017 году с объявления театра нации о создании нового пространства пространство экспериментальной режиссуры медиа пространства мультимедийного то есть новых экспериментов это было неожиданно и очень интересно и для нас желание попасть в это место силы было совершенно очевидным и вот так мы оказались с нашей просьбой театре нации когда мы первый раз вошли в это пространство с нашей замечательной командой художником постановщиком синёвым мультимедиа художником губиным с наталья владимир ополевым коллекционером и генеральным директором музея мы увидели удивительное пространство которое нам очень подошло оно подошло потому что наука делается своими какими историческими корнями в прошлое этот удивительный подвал мы создавали проект под названием прорыв прошлое этот проект был посвящен необычному синтезу соединению искусство изобразительного и искусство кинематографа главные герои андрей тарковский выдающийся режиссер история создания фильма андрей рублев и художник плавинский они не были знакомы но удивительно их объединяло время когда панорама где тарковский и и вадим юсов вадим иванович с камерой почти на траве линия формировать меня на входящего в этот зал узнать это мой любимый фильм просто который на меня не рако сильно повлиял и может быть привел к тому что занимаюсь чем-то в кино в театре то что пятидесятилетие такого великого конечной филе как андрей рублев отмеченную такой выставкой это большое культурное событие большой гражданский поступок вы соединили не просто два искусства что очень важно вы кино подчеркнули как искусство изобразительное у плавинского вдруг показали движение мысли выставочный проект прорыв в прошлое который объединил работы андрея тарковского и работах картины художника дмитрий половинского удивительным образом совпал по духу с тем пространством для которого этот проект был специально создан спектакль тоннель памяти голодного лиса мы обращаемся к различным видам искусства такие как современный танец медиа поэзия и современная музыка по нашему мнению любые социальные и политические процессы они очень сильно отражаются на теле и тело это первый фильтр через который прогоняются любые изменения и первый первая лакмусовая бумажка которая реагирует на то что происходит в обществе также мы анализируем блок поэзии периода оттепель как запрещенной поэзии так и разрешенной поэзии и прогоняя весь этот блок через частотный анализ мы создаем свою некую пьесу оттепельную в которой мы можем отобразить самые популярные слова в этот период живое искусство это то за что мы выступаем ради и боремся на наш взгляд это очень помогает нам подсоединяться к зрителю оставаться максимально открытым к его реакции еще как мне кажется важно чтобы это пространство все-таки был связан с основным с основной сценой таким образом все наши премьеры практически все мы готовы на большой сцене но рассказываем о них подготавливаем зрителей потому что режиссеры все разные с разной школы есть удающиеся мэтры есть молодые режиссеры подготавливать это все что такое это встреча с режиссером здесь это рассказ может быть художник или сценограф о том как они придумали свой спектакль это погружение в материал если это классик то значит на основе классики не говорим вообще о классике сегодня в современном мире что-то там живая классика или мы смотрим фильмы которые тоже помогают как бы войти в интерьер на зрителя то есть в принципе это плодотворное совместное работа и новое пространство именно предназначено для того чтобы зрителю было легче потом прийти вернее зритель не ошибся точно знал куда он потом придет на какого режиссера когда мы придумывали проект how long is now довольно четко понимали что мы хотим уйти от такого стереотипного образа лекционных публичных программ в театре которые чаще всего вращаются вокруг внутри театральных тем мы хотим уйти от ситуации когда театр говорит само себе поэтому мы сделали ставку на междисциплинарность и при этом на достаточно широкий социокультурный контекст который наши гости наши спикеры помещают то или иное явление о котором мы говорим и самого начала так повело что мы говорили о современности о том что называется духом времени собственно пилотный выпуск марафона который мы провели в ноябре 2018 года он так и назывался что современно по названию замечательного эссе джорджа агамба тогда мы предложили подумать об ответах на этот вопрос очень разным людям от антона долина до скажем демьяна кудрявцева от юрия сапрыкина до илья сколкова цинцит для нас было страшно важно чтобы героями наших марафонов становились не только ведущие российские интеллектуалы просто признанные эксперты в различных областях культуры и искусства но люди которые обладают совершенно особым зачастую очень парадоксальным видением картины мира мы организовываем проводим целый цикл вечеров от автора когда приглашенный поэт русский поэт русскоязычный поэт где бы он ни жил мы приглашаем его в москву и он не просто читает но комментирует свои стихотворения и вообще рассказывает о времени о поэзии и о себе и весь этот процесс мы тщательно снимаем мы друга в беде не бросим и ты за него борись вечности тёплый как ракон туману поправили в очередь тянут пикнул вызови каждого ждущих ласки это ль не данс макабр музыкальные проекты новом пространстве помимо музыки сочетали в себе театр видео и все на свете на самом деле хореографию и все что только можно пожелать у нас был проект совместно с усадьбой джаз молодые музыканты делали специально для нового пространства превращали свои концерты в музыкальные перформансы специально писали видео придумывали инсталляции в инсталляции или декорации зависим от концерта внутри которых они существовали то есть они работали еще к тому же из пространства у нас была такая серия концертов помимо этого у нас были музыкальные перформансы крайне удачные наверное самые яркие образцы наших музыкальных перформансов это злая земля Виктора Олимпиева и музыкальный перформанс я говорю что люблю тебя который сделал режиссер Владислав Наставшев с музыкантами Гоголь Центром с чего начинается Родина с картинки в твоем букваре это советские песни в современной аранжировке наверное самый известный музыкальный перформанс нового пространства потому что мы с ним выступали на разных фестивалях, мероприятиях, ездили на гастроли в принципе публике он запомнился и нам до сих пор пишут и спрашивают когда же мы его повторим в последнем сезоне у нас было два четко выраженных направления музыкальных по которым мы в принципе строили свою программу первое это молодые музыканты более или менее известные у группы Ходила Изба в новом пространстве это в общем-то такой вот первый большой концерт по билетам например группа Акуджаб уже достаточно известные ребята в принципе и в России и еще за рубежом вот это направление музыкальное строилось по принципу молодых экспериментирующих коллективов в творчестве которых присутствует именно какая-то театрализованность второе направление мы делали совместно с ансамблем Simple Music ОСТ ИКС это музыка современных композиторов написанная культовым фильмом и сериалом каждый концерт превращался в театрализованное шоу в двадцать первом году мы будем отмечать 200-летие Федора Михайловича Достоевского это очень интересная тема и мы решили провести весь год практически огромную лабораторию на пространстве театра нации мне бы очень хотелось думать то что мы придумали то что мы делали в данном пространстве будет интересно не только профессионалам но и вообще молодым людям интересующихся культурам, искусствам и то что сейчас здесь так тихо это исключение обычно здесь очень много людей которые неравнодушны мне кажется это главная цель главная цель этого места чтобы здесь не было равнодушных людей чтобы здесь приходили со своими идеями, со своими проектами или просто приходили посмотреть на что-то новое, неожиданное, экспериментальное именно здесь, в этом месте это возможно Чтём!